А программа «Наше утро» продолжается. В студии по-прежнему Анна Андронова и Дамир Назиров. Но мы не одни. Но об этом буквально через несколько секунд. 26 июня мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан. По традиции в конце поста начинается праздник Ураза Байрам. В этот день в семейном кругу принято дарить подарки, ходить в гости к родственникам. И не только. Что еще? В этом году праздник Ураза Байрам выпадает на 26 июня. И подробнее об этом празднике мы поговорим с муфтием Челябинской и Курганской областей Ренатом Хаджи Хазрат Раевым. Доброе утро. Ренатов Раимович, доброе утро. И все-таки сколько дней празднуется Ураза Байрам? Потому что одни мамы говорят, что один, другие говорят, что три. Как это? От чего зависит? Ураза Байрам отмечается в течение трех дней. В этом году он с 25 начинается, 26-27 июня. Три дня подряд. А вот три дня подряд одно и то же нужно делать? Или в первый день мы ходим к родственникам, второй день что-то еще, третий день какой-то праздник устраивает? Первый день это обычно проводится во всех мечетях, храмах, праздничная проповедь, посвященная этому месяцу, этому празднику, праздничная молитва. После этого начинается праздник сам, праздник в переводе означает разговляться. То есть угощаются прихожане, которые приходят и посещение своих родственников в домах, близких, родных в течение вот этих двух-трех дней. А можно ли приглашать на праздник представителей других религий? Потому что тут тоже мнения расходятся. Почему и нет? Потому что и само предписание поста, оно не только правоверным мусульманам предписано, оно было предписано и всем последователям божьих посланников, начиная от Адама, Ноя, Авраама и так далее. Даже нашим прародителям Адамееву был предписан пост в раю, разновидность поста. Пост это воздержание. И она и в традиции, и у мусульман, и ходят в гости и к мусульманам, и мусульманам ходят к нашим соотечественникам, к нашим традиционным конфессиям. Как бы религии, тем более авраамические религии, они тесно переплетены и имеют общие корни. Ну вот в Челябинске где будет проходить главная молитва? И очень важно, для меня, по крайней мере, интересно, нужно обязательно идти в храм, в какой-то главный храм, или можно в любую мечеть сходить, или вообще можно и, в принципе, и дома помолиться? Для мужчин обязательно посещение мечети. Для женщин не обязательно, они могут, ну, если придут в храмы, мечети, для них тоже перед Богом воздаётся воздаяние. Не обязательно в одну мечеть только приходить. Где есть Божий храм, мечеть, туда приходить и провести вот эту праздничную молитву, праздничную проповедь о месяце Рамадан, о месяце Паста, и о дне, который мы празднуем, праздник Ураза Байрама, они должны услышать и получить наставление ещё на следующие месяцы, ибо этот месяц, месяц воздержания. Где Всевышний говорит, в 11 месяцев, когда хотели, кушали, сколько хотели, кушали, но один месяц посвятите, поживите, по-моему, говорит. То есть воздержание от пищи, от еды, и, как я уже сказал, супружеские близости воздерживаются в месяце Рамадана обязательно условия. А мне знаете, что интересно, вот отличается ли празднование у нас у Роза Байрама от регионов, где всё-таки преобладают мусульмане? Это Кавказ, да, это тот же Татарстан, Башкирия? Нет, особых отличий нет, они идентичны везде, самое главное в кругу. Это в первую очередь в храмах, это в мечетях от мечет, начало начинается, ну, в течение двух-трёх дней они и в своих домах, своими родственниками, близкими, соседями празднуется этот праздник. И самое главное, этот праздник угощается не только в кругу друзей, угощаются те категории людей, которые имеют в социальном плане, да, мы должны именно и месяц Рамадан приучать к этому, относиться тем, как мы говорим, людей, малоимущим, беднякам, сиротам, и в течение месяца Рамадана тоже у нас и правильные мусульмане посещали детские дома, угощали детей, не в зависимости от того, какого вера испевала, где они дети, да, ну, дети оказались даже при живых родителей, они оказались в детских домах. Вот это благое дело, как бы в праздник, не только в праздник, в течение месяца Рамадана мы посещали и такие детские дома, как, например, в Кумашаке община посещала детский дом. А вот все-таки есть категории, которым там, ну, по разным там медицинским показаниям нельзя, да, соблюдать? Да, ну вот мы знаем, что в православии, да, можно, да, разрешается беременная женщина или там в путешествии. А вот здоровым людям нужно четко соблюдать или можно себе какие-то послабления из-за работы давать, потому что нужны определенные же часы молиться, может быть, не всем? Как в священном Куране говорится, в Куране предписано пост, который имеет здоровье, в первую очередь. Если у тех категорий людей, которые не имеют по тем показателям или по предписаниям врачей болезни есть, хронические болезни есть, если в это время человек только заболел, тогда этот пост он не соблюдает, но когда выздоравливает, восполняет, сколько пропустил эти дни, в другие месяцы восполняет. Точно так же, кто вышел в путь. За 100 километров от этого населенного пункта он выехал, например, с города Челябинска, он является уже путником. Для него уже не является обязателем. Сколько он пропустил в пути, столько и потом восполняет в другие месяцы. А, то есть восполнять нужно, да? Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я напомню, в студии о празднике мусульману Роза Байрам мы говорили с муфтием Челябинской и Курганской областей Ренатом Хаджи Хазратом Раевым. Да, ну, наша программа продолжается и далее у нас зоосоветы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...